Телефонные звонки, социальные сети и электронная почта. Вот традиционные источники для вопросов в голове города Пущина Ивана Витальевича Савинцева. Здравствуйте, уважаемые телезрители, дорогие пущинцы. Однако в этой программе мы не только озвучим вопросы телезрителей, но и подведем итоги уходящего года. Вспомним о ключевых событиях 2017-го. Об итогах можно говорить много, можно говорить о тех планах, которые мы формировали на этот год. Не все планы выполнены, не все достигнуто то, что мы хотели, хотя многого удалось добиться. Если кратко, самое основное, конечно, нас самих впечатляет, и мы гордимся построенным Центром культурного развития. По историческим причинам у нас в нашем городе никогда не было Дома культуры, либо Дворца культуры. В 2013 году наш город посетил Андрей Юрьевич Воробьев. Одними из первых вопросов, которые задали жители, это были как раз вопросы, просьба о строительстве такого Дворца культуры. Андрей Юрьевич дал соответствующее поручение. Уже на следующий 2014 год мы были включены в областную программу, которая транслирует соответствующую федеральную программу о создании в малых городах Центров культурного развития. В 2015 году выполнены проектные работы, в 2016 году построили Центр культурного развития, и в начале этого года, в марте, мы его открыли. По-моему, это замечательный просто подарок, это мечта, мечта, которая сбылась. Центр культурного развития полностью наполнен нашими коллективами творческими. Мы передали его в управление нашему молодежному центру «Вертикаль». Очевидно, что это совершенно правильное, удачное решение. Жизнь там бурлит, приносит пользу городу, радость нашим жителям. Здорово. Другим важным событием, я считаю, это первые предметные, практические шаги. Начало строительства индустриального парка. Мы говорили об индустриальном парке много. Начинали с инсулинового завода, этой площадки, так называемое инсулиновое поле. История этой площадки насчитывает 10 лет. В далеком 2007 году была первая попытка создания промзоны индустриального парка за счет средств частного инвестора. Попытка оказалась неудачной. Затем последовали 10 лет простоя, планов, несбыточных надежд. И в этом году мы под руководством правительства Московской области, Мининвеста, вошли в государственную программу Московской области по созданию индустриальных парков. Выделены первые средства и сделаны первые практичные предметные шаги. Мы разработали проект планировки территории с инженерно-геодезическими изысканиями и последующим межеванием. То есть, определена будущая структура индустриального парка. Кажется, что это всего лишь первый небольшой шаг, но это реальный шаг, выполненный в рамках государственной программы. То есть, это документ, в соответствии с которым он будет дальше развиваться? Совершенно верно. Уже определены на этой территории участки для инженерных коммуникаций. Определена так называемая полезная площадь индустриального парка для размещения резидентов. Сейчас формируются необходимые строки в областном федеральном бюджете для продолжения этих работ на следующий год. И это финансирование уже подтверждается. В следующем году мы должны разработать полный пакет проектно-сметной документации для создания полной системы инженерной и транспортной инфраструктуры. И в конце следующего года уже приступить к ее созданию. К этому участку должна быть проложена дорога, она будет кольцевая. К этому участку должна быть проложена система водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения. В 2019 году, если все пойдет по плану, а мы очень постараемся, в 2019 году индустриальный парк будет готов для того, чтобы принять первых резидентов, конкретное производственное предприятие. Долго ждали, долго готовились. Я знаю, что уже про инсулиновый завод, про инсулиновое поле наши жители уже начали слагать анекдоты. А сам термин инсулиновый завод, он приобрел такое саркастическое значение. Но первые шаги сделаны наконец-то. Иван Витальевич, можно поподробнее про этот индустриальный парк? Каковы перспективы его развития и его наполнение, так скажем? То есть это три предприятия или 23-123, что это такое? Сейчас в соответствии с разработанным проектом планировки территории, на территории индустриального парка предусмотрены участки для девяти производственных компаний. Тематика, скажем так, сфера индустриального парка – это биофармацевтика, фармацевтика, биомедицина. Мы будем предъявлять главное требование к будущим производствам – это их экологическая безопасность. И их соответствие профилю индустриального парка. Но это масштабное предприятие, насколько я понимаю, да? Это масштабный проект. Это проект не только, скажем так, нашего городского значения, но регионального, я бы сказал, даже федерального. Серьезно. И я так понимаю, что это начало разговора о планах на 2018 год. А какие еще планы? О планы. Мы выполняем программы, все необходимые программы правительства Московской области. Мы в них участвуем. Наиболее популярные, значимые для всех жителей нашего города – это ремонт дорог, это комплексное благоустройство дворовых территорий, это продолжение программы «Светлый город». Мы будем вместе решать, какие темные пятна в нашем городе нам нужно осветить. Масса других планов, масса задач. Я перечислю лишь самые основные, я бы сказал, как наиболее социально значимые, наиболее положительно резонансные. Иван Витальевич, что считаете особенно важным для себя результатом, а какую задачу, напротив, решить не удалось? Самая досадная наша недоработка заключается в том, что мы не успели отремонтировать последний окончательный кусок теплотрассы на Арбате от 6-го АБЭ туда до конца гимназии. Мы просто не справились с конкурсными процедурами. Однако финансирование областное перенесено для нас на будущий год, мы должны следовать в следующем году. Большая часть теплотрассы отремонтирована, ремонтная работа закончена в этом году, муниципальный контракт закрыт. Мы обеспечили надежность этой главной тепловой и водоснабжающей магистрали. Оставшийся кусок будем доделать в следующем году. Обидно, конечно, что не получилось в этом, но катастрофы в этом нет. Есть, конечно, небольшая досада. Что еще в этом году было сделано? Мы много, долго, последние годы говорили о ремонте входной группы ЗАГСа. В прошлом году входная группа, лестницы ЗАГСа были переданы в собственность. Собственно, областного ЗАГСа. Это отдельная структура правительства Московской области. Было принято решение о выделении средств для капитального ремонта не только входной группы, но и внутреннего содержимого ЗАГСа. На это обращал свое внимание и наш губернатор Андрей Юрьевич Воробьев в одном из своих прямых эфиров весной этого года. Работы выполнены на средства областного бюджета, работы выполнены ЗАГСом, собственно, управлением ЗАГСа по Московской области. При нашем участии, при нашем согласовании, нашем консультировании, скажем так. В планах следующего года ремонт площадки вокруг ЗАГСа. Мы планируем это сделать в рамках областной программы «Комфортная среда». Посмотрим, должно получиться. В этом году пусть объект не городской, федеральный, но тем не менее, речь идет о больнице, о Пущинской больнице. Там открыто новое отделение. Отремонтировали большое количество, большую площадь дорог капитально с заменой бордюрного камня, там где это нужно было. Мы не делаем различия, какие дороги были отремонтированы, областные, либо находящиеся в муниципальной собственности. Все они были отремонтированы за счет средств областного бюджета, либо областного бюджета с нашим софинансированием. Не важно, какая дорога. Все, что находится на территории Подмосковья и города Пущина, это наши, подмосковные, для наших жителей. И то, что сделан ремонт, это очень хорошо. Город и Пущинский научный центр. Какие примеры сотрудничества и конкретных проектов вы можете привести в этом году? Это индустриальный парк, естественно, проект научно-производственный. Советуемся, консультируемся с научным центром, вместе анализируем потенциальных резидентов, вместе подбираем будущее производства, обращаем внимание на то, чтобы были востребованы результаты работы научно-исследовательской, практической работы научного центра. Что касается научного центра, градообразующая основа, так было всегда, уверен, так будет. Это основа нашего города. Конечно, беспокоят, вызывают, так скажем, пристальное внимание наши те события, которые происходят в научном центре. Это его реорганизация, это объединение институтов в единый федеральный исследовательский центр. Процесс идет как раз сейчас. Мы очень надеемся, рассчитываем, что решения эти правильные. Это приведет, скажем так, к повышению управляемости, эффективности, к более современному уровню работы научного центра. Конечно, мы опасаемся сокращений, которые могут произойти в институтах, потому что это наши люди, это пущенцы, это налоги, зарплатные налоги в бюджет. Каким-то образом вмешаться, повлиять на эту ситуацию мы не можем. Мы наблюдаем и надеемся, что все, что происходит в научном центре, это все к лучшему. Ну и, конечно, радует то, что реализуются планы ФАНО, Федерального агентства научных организаций, по строительству жилого дома. Мы это видим все, это видное место, это проспект науки, его окончание. Строится многоэтажка, 118 квартир. Это федеральный объект, он находится в собственности ФАНО, вероятно, перейдет в собственность научного центра. Эти квартиры будут являться служебным жильем для сотрудников организации научного центра, институтов. И мы очень надеемся, что не будет обделена Пущинская больница. Мы будем просто на этом настаивать, насколько это в наших возможностях, мы будем об этом ходатайствовать, чтобы при распределении квартир, служебных квартир, ни в коем случае не забыли, не обделили больницу. Потому что больница, хотя и является федеральной, но лечит, обслуживает, борется за здоровье всех жителей города. А именно недостаток жилья и связанный с этим недостаток некоторых специалистов больницы, он, конечно, влияет на весь город. И сейчас создается очень хорошая возможность эту проблему решить. Спасибо большое, Иван Витальевич, за беседу и за ответы. Спасибо вам. Приглашайте еще.